Антон Буткевич. Наследник. Книга вторая. Кровь древних. Глава первая. Новое открытие. Даже не подумаю. А плеуха была настолько сильной, что мне даже пришлось сплюнуть появившуюся во рту кровь. Ты что, серьезно не понимаешь, в какой оказался ситуации? Вот он, мой старый знакомый, Твайгер. Хотя, думаю, к нему это слово не совсем подходит. Слишком уж он себя уверенно и спокойно ведет, в отличие от своего бешеного товарища, которого я не наблюдаю в этом понимании. Да и силен, скотина. Даже усиленной магией я оказался для него не противником. Не более, чем игрушка, с которой он решил позабавиться. Злость на самого себя и свою слабость берет. Мы спокойно можем тебя убить. И что, думаешь, меня можно напугать такими словами? Все это время я смотрел на девушку, которая меня ударила. Дай бог, останусь жив, найду и лично поквитаюсь за это унижение. Посмотри в мои глаза и скажи, боюсь я смерти. Действительно, все, как ты и говорил, Троркс, весьма забавный, а главное, совершенно не испугавшийся нас экземпляр. На этот раз она грациозно подошла ко мне, проведя рукой по всему телу, остановившись на щеке, в которую пришелся удар. Дальнейшее меня удивило настолько, что я потерял дар речи на несколько мгновений. Наклонившись, она поцеловала меня вместо удара. Надеюсь, ты не в обиде на меня, пупсик? Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Мне была совершенно непонятна логика этой женщины и ее поведение. Впрочем, ответ на этот вопрос нашелся довольно быстро. Ты сейчас, наверное, гадаешь, что же конкретно здесь происходит, верно? Ответ довольно прост. Ты проходил мой личный мини-тест. Окажись ты тряпкой или размазней, мы бы просто скормили тебя нашим питомцем. Они уж, поверь, очень голодные. Но нет, ты не стал умолять меня пощадить твою жизнь, слушаться моего приказа после того удара, да и вообще вести себя как последний трус. Ты другой, и это меня заинтересовало. Только вот будет мне от тебя польза или нет, я смогу узнать чуть позже. Троркс, мне не терпится проверить его в деле. Сможешь ускорить подготовку? На этот раз она повернулась к оборотню, но отходить от меня не спешила. Это должно быть забавным. Где мои спутницы? Спокойным голосом произнес я, старательно делая вид, что произошедшее меня совсем не удивило. И что вы от нас хотите? От вас? Нет. Только от тебя. Она смотрела прямиком в мои глаза, постоянно наклоняя голову в разные стороны, но не отводя взгляд. Ну а твои самки, думаю, они послужат для тебя хорошим сдерживающим фактором. По твоему поведению понятно, что ты бы позволил убить их на твоих глазах, после чего умереть самому. Но у тебя есть и другая сторона. Если есть возможность выжить и спасти их, то ты это сделаешь. Если я не права, можешь поправить меня. Я молчал. Говорить что-то смысла не было. Это риторический вопрос. Скорее всего, девушки живы, и их будут использовать как рычаг давления на меня. Только чего конкретно хотят от меня эти монстры? Еще совсем недавно я считал, что эта женщина-человек, но это было ошибочным мнением. Если внимательно присмотреться к ее волосам, то там заметны два небольших рога. Глаза тоже не совсем обычные, и больше подходит семейству кошачьих. Полностью вертикальный зрачок и желтая радужка. Выглядит хоть и красиво, но необычно. Только эти знания мне ничего по сути не дадут. По твоему молчанию понятно, что я оказалась права. Меня больше интересует другое. Какой жизнью ты жил до попадания сюда, что так хорошо держишься? Глядя на тебя, складывается ощущение, что ты не щенок, только оторвавшийся от сиськи матери, а вполне себе зрелый кобель. Но это больше внутри. Снаружи ты все же птенчик. На мгновение появился раздвоенный язык, которым она провела себе по губам и скрылся. Но ты будешь полезен. Не часто встретишь кого-то, обладающего магией в наше время. Пока есть возможность, надо пользоваться ею. Ты совсем не похожа на монстра, да и общаешься как человек, не считая маленьких деталей. Так зачем все это? И кто вы вообще такие? Что вами движет? И почему я не слышал о существовании мало того, что говорящих, так и умных твайгеров? Ее подручный давно покинул комнату, убежал выполнять поручения, спокойно оставив нас наедине. Сперва я подумал, что это мой шанс, но ошибся. Сколько бы я ни пытался активировать магию, она меня не слушалась совершенно. С таким мне пришлось столкнуться впервые. Да и владеющих магией вообще не встретишь. Можно сказать, я единственный в своем роде. По крайней мере, на данный момент. Наверное, около минуты она смотрела прямиком на меня, не моргая. Мне же не оставалось ничего, как делать то же самое. Наконец, углядев что-то, или наоборот, в чем-то разочаровавшись, она засмеялась. И делала это довольно заливисто. Еще минуты две я молча ждал, пока эта женщина придет в себя. Ох, рассмешил, так рассмешил. Давно я так не смеялась. Право слово. Она протерла уголки глаз платком, неизвестно откуда появившимся в ее руках. Сравнить меня с человеком, вот умора. Да уж ты действительно птенец. Ну или всеми силами пытаешься быть похожим на него. С тобой точно не соскучишься. В этом я уверена. Она отошла в угол помещения, взяла небольшой табурет и вернулась обратно, усевшись прямо около моей головы. Только с чего ты взял, что единственный обладатель магии среди людей? Хотя, если ты даже не знаешь о таких, как я, то неудивительно. Думаю, такую информацию кому попало говорить не будут, что еще раз доказывает, что ты не более чем птенец, хоть и забавный. Значит, ей известно и о других обладателях магии, что сходится с рассказом Лотуса. Лишь узкий круг людей знает о том, что проклятие – это не то, чем кажется, а просто отвод глаз. Только он не упоминал о других магах, лишь о том, что от них стараются избавиться сразу же. А вот эта барышня наталкивает на конкретную мысль, что они как раз таки есть, функционируют, хоть и скрывают это. Да уж, и почему я сам об этом не подумал? Да и слова таких, как она. Сколько еще скрывают высшие чины от простого населения и даже членов клана? Значит, другие маги все же существуют. Только эта информация уже стоила того, чтобы попасть в плен, улыбнулся я, смотря на вмиг ставшую серьезной собеседницу. Так, может, поведаешь, кто же вы такие? Зачем? Если ты не знал этого, то, скорее всего, из маленького, ничего не значащего рода. Или просто занимаешь очень небольшую роль в клане. Хотя две твои служанки, которых ты так рьяно защищал, говорят о другом. Кому попало, не будут прислуживать сразу две девушки, да еще и маска у одной. Будь она черной, я бы подумала о том клане. Но нет же, белая. Видимо, кто-то решил перенять технику старого интригана и использовать в своих целях. В этот момент в комнату вернулся Троркс. Подойдя к своей госпоже, он что-то произнес ей на ухо, заставив улыбнуться. Ну вот, скоро у тебя будет полноценный тест. Думаю, ты догадался, что тот мини-тест был лишь началом. Ну а по поводу твоего вопроса, эта информация тебе все равно не нужна, а значит, и тратить время на это бессмысленно. Да. А я бы послушал, откуда ты знаешь моего дедушку о масках и о моем клане. Тихо произнес я, предвкушая дальнейшие события. Ее слова о старом интригане явно были неспроста и могут оказаться большим плюсом для меня. «Что ты сейчас сказал?» Уже собравшаяся уходить женщина резко повернулась. На мгновение ее глаза вспыхнули алым, но быстро вернулись в норму. «Повтори». «Повторил». «Теперь в гляделки мы играли недолго». Она заговорила в довольно быстром темпе. «Кто ты такой и какое отношение имеешь к этому клану? Ты сейчас сказал это, чтобы заинтересовать меня, верно? Насколько мне известно, настоящий внук сейчас находится прикованным к постели от проклятия». Я даже не успел моргнуть, как она оказалась возле меня и схватила за шею. Схватка была настолько сильной, что вот-вот что-то должно было сломаться. «Зачем ты сейчас это сказал? Я думала, ты забавный, но твои слова вывели меня из себя. Притворяться кем-то из их рода? Непростительно!» «Пусти!» Еле удалось прохрепеть мне, и хватка самую малость ослабла. Вдохнув немного воздуха, я продолжил. «Мое имя Лотус. Я прямой наследник рода Дракович. Драка Дракович, мой родной дед». Еще бы немного, и я умер. На последних словах у меня в глазах уже застыла темнота от нехватки воздуха. Несколько секунд, и я бы задохнулся. Благо, она меня отпустила, как только мне удалось сказать, кто я. Это меня и спасло. Правда, совсем ненадолго. Ведь уже через мгновение хватка на моей шее стала еще сильнее, и помимо этого она своим лицом наклонилась прямиком к моему. Нас разделяло не больше сантиметра, и еле сдерживаясь, она заговорила. «А сейчас скажи, как зовут твою мать и отца, и сделай это как можно быстрее». Хватка на шее вновь немного ослабла, и я произнес. «Лунара Имперус и Дирка Дракович». Про фиалку даже в такой ситуации говорить я не собирался. Впервые с момента моего появления здесь я ощущал настолько огромную жажду убийства, как за несколько мгновений до этого. Как только я произнес имена родителей, она меня отпустила и отошла на несколько шагов назад, не сводя с меня пристального взгляда. «Я предполагал, что каким-то образом мой клан связан с ней, но не настолько. Сейчас я прошелся на волоске от смерти, и это не преувеличение». «Невероятно! Теперь присмотревшись, можно действительно заметить в тебе гены Дирка». Троркс принес откуда-то кувшинный бокал, незамедлительно наполненный и отданный своей госпоже, имени которой я до сих пор не знаю. Та, не глядя, опустошила его, после чего подставила под новую порцию напитка и, только убедившись в его наличии, вновь заговорила. «И каким же волшебным образом ты перестал быть прикованным к кровати, научился магии и оказался в адском лесу?» «Наверное, свыше посчитали, что я еще пригожусь этому миру и дали второй шанс мне на жизнь, не иначе». Демонстративно посмотрел я в потолок, и мои собеседники сделали то же самое неосознанно. «Говорить им правду я не собирался. Мне еще абсолютно неизвестно, кем является эта женщина, враг или не враг. Не думаю, что меня просто так возьмут и отпустят, даже узнав, кто я. Возможно, отношение станет еще хуже. Ведь если бы хотели отпустить или каким-то образом мы бы оказались союзниками, то уже давно бы отпустили, верно? А раз этого не делают, то все становится логичным. Нужно держать язык за зубами, говорить как можно меньше информации и искать способ, как выбраться из сложившейся ситуации, куда меня привел мой собственный язык. «Ну, а в лесу я оказался по простой причине. Пришел пройти испытания, как это делают все остальные». «Вижу, ты совсем не горишь желанием делиться с нами информацией. Впрочем, твое право. На наши планы это никак не влияет. Да и заодно проверим, говоришь ты на самом деле правду или же нет». «Ты уж прости, но твоих слов мне недостаточно». Она повернулась к своему подручному, тот кивнул и пошел в мою сторону. Первым делом он повесил мне кулон на шею, а после освободил от всех оков, из-за чего я смачно плюхнулся на пол. Поведение оборотня ко мне изменилось явно в худшую сторону. «Надеюсь, ты меня не разочаруешь, и помни, жизнь твоих самок зависит целиком и полностью от тебя, поэтому постарайся не делать глупостей». На этих словах она вышла из помещения, оставив теперь уже нас с Трорксом наедине. Дежавю, только если в прошлый раз разговор был хоть и не совсем приятным, но достаточно терпимым, если не считать последнюю часть. Теперь все было кардинально иначе. Стоило его госпоже выйти, имя которой я так и не спросил, как мне в торс прилетел удар, выбивший дыхание и заставивший упасть на колени. Вдохнуть воздух совершенно не получалось, и помимо этого оборотень еще схватил меня за волосы, притянув к своему лицу. «Если раньше я с тобой просто игрался, потому что ты мне показался забавным, то теперь все будет по-другому. Можешь жаловаться на Рок или свою судьбу, но тебе крайне не повезло». На этой ноте он меня отпустил, и я кое-как смог вдохнуть воздух. Скорее всего, несколько ребер сломаны после такого-то удара. Каждое движение отдает сильной болью. «Лучше тебе сразу сдаться и сдохнуть в первом же раунде, а иначе...» Договаривать он не стал, схватив меня за плечи так, что они аж затрещали. Когда я оказался на ногах, морщась от боли в груди, при каждом движении, он толкнул меня в спину, заставляя двигаться вперед. Взъелся на меня он после слов о клане. До этого, как ни странно, его поведение было вполне нормальным, учитывая, в каком положении и где я оказался. Правда, ответа на оба вопроса у меня не было, а узнать о девушках не удалось ничего. Впрочем, если их планируют использовать в качестве рычага давления, то с ними должно быть все нормально. Сейчас меня интересует два вопроса. Почему я не могу использовать магию и куда меня ведет этот ублюдок? В списке тех, кого я планирую уничтожить, как освобожусь, он будет в лидерах. Его поведение напрямую связано с моим родом, это мы уже выяснили. Только вот каким образом и совпадает ли оно с мнением той женщины? В отличие от своего подручного, когда я назвал имена родителей, оно явно изменилось. Правда, в любом случае, она мне до конца не доверяет. Если же их отношение будет одинаковым, в чем я в принципе сомневаюсь, то меня ждут большие неприятности. Хотя куда уж больше в моем-то положении. Это была моя последняя мысль до того, как мы пришли. Уже подходя, я почувствовал неладное и не ошибся. Несколько минут ходьбы, и мы оказались в небольшом амфитеатре. Примерно такие показывали раньше по телевизору, на которых выступали гладиаторы. Вот и здесь была такая же функция. Большой круг, залитый, судя по всему, кровью, и вокруг, постоянно подымаясь ввысь, импровизированные сидячие места. Только вместо людей в зрителях здесь были монстры. Даже не так. Монстры. С большой буквы. Было их невероятно много, как и количество разновидностей, которых я попросту не мог сосчитать. Большие, маленькие, страшные и не очень. Похожие на людей и самые страшные кошмары, которые только можно придумать. Все это здесь и сейчас собралось в одном месте, и стоило нам с оборотнем появиться, как они взревели. Повернувшись в его сторону, мне удалось увидеть только ухмылку и почувствовать сильный пинок в спину. Через секунду я оказался на этой самой площадке, пролетев около двух-трех этажей. Если бы, не дай бог, пол оказался каменным, а не песочным, то боюсь представить, что со мной было бы. Впрочем, в любом случае, без последствий не обошлось. Ребра хрустнули еще сильнее, хотя куда уж больше, и я чуть не заорал от боли. На свою ноготу я давно не обращал внимания. Таким меня не сломить. А вот амулет, который этот ублюдок мне повесил на шею, пока мы шли, я сразу сбросил на песок. Магия сразу же вернулась, и я все силы направил на поврежденные участки. Сразу за этим сверху раздался голос Троркса. «Тишина!» Дождавшись, пока стихнет гул, он продолжил. «Позвольте представить вашему вниманию, человек. Сколько раз вы видели, как они собираются в кучу и уничтожают братьев наших меньших, которые даже не способны говорить. Нам даже придумали дурацкое название – твайгеры!» Гул постепенно снова начал нарастать, но, подняв руку кверху, он успокоил толпу и продолжил. «А все потому, что мы выглядим не так, как они. Нас планомерно уничтожали на нашей территории, радуясь каждому убитому товарищу. Но нападают они зачастую толпой, что совсем несправедливо. Верно, братья мои?» «Да уж, этот ублюдок явно умеет заводить толпу. Этого у него не отнять. Примерно с минуту он дал всем волю накричаться, после чего продолжил. «Но мы не такие, как они. Чтобы они не думали о нас, мы намного благороднее их. Верно, братья мои?» Снова начинает подниматься Гул. «Я бы хотел сказать, что он мне уже успел поднадоесть, но не буду. Чем дольше он болтает, тем больше я смогу подлечиться. Возможно, он даже не догадывается, что в этом плане играет мне на руку. Поэтому, как они, кидаться толпой на одного не будем. Мы же не такие!» Злорадная усмешка, после которой он посмотрел в мою сторону. «Мы дадим человеку шанс остаться живым еще ненадолго, если сможет победить в трех поединках подряд. Так вот, что он задумал. Один на один против Твайгера с моим уровнем. Возможно, но с одним. С тремя подряд. Сильно сомневаюсь. Тем более, скорее всего, он выставит против меня явно не слабаков, судя по самодовольной ухмылке. Да уж, похоже, это все же конец для меня. Здесь никакая магия не поможет. Ворота с противоположной стороны начали медленно открываться. Оттуда не спеша вышел монстр, раза в два больше меня, весь перевитый жгутами мышц, да еще и частично в доспехах. Да уж от него исходит просто невероятная опасность, от которой волосы встали дыбом не только на руках, но и на голове. Это явно противник не моего уровня. Похоже, здесь действительно конечное для меня. Тем более, что он, что оборотень, не скрывали ухмылки на своих мордах. С каких это пор против человека, тем более в первом же бою, выпускают чемпиона? Громкий голос откуда-то сверху. Быстрый взгляд в ту сторону, и я увидел примерно то, что я ожидал. Вип-ложа, в которой сидела небольшого роста блондинка, совсем неотличимая от человека. И с каких пор шестерка же нервы смеет распоряжаться на моем ресталище как ему угодно? Или ты успел позабыть, чья это территория псина? Я прямо видел, как Троркса забила крупная дрожь, и на мгновение блеснул хищный оскал. Вот только дальше не зашло. Он склонил голову и заговорил. Извините, владыка Тиранис, за мою дерзость. Такого больше не повторится. И низкий поклон, показывающий всю его искренность, которой на самом деле и в помине нет. Извинения приняты. После этого она посмотрела в мою сторону, а я даже не собирался прикрываться. Чего мне стыдиться? Дайте человеку доспехи и оружие, и противника его уровня. «Игрушки должны дарить всем радость, а не ломаться в первый же день, верно?» После этих слов меня пробрала дрожь. Ее оскал и ледяные глаза я точно не забуду. Глава вторая. Несколько фактов. Арена. Меня провели в подтрибунное помещение. Даже после слов владыки, как ее обозвал Троркс, особого отношения ко мне не было. Да и что я хотел от монстров. Мне выделили небольшое помещение два на два, да еще и абсолютно пустое внутри. Как только вошел внутрь, решетка за мной моментально закрылась. Сопровождающий, больше похожий на большого сухопутного осьминога, еле разборчиво пробулькал. «Жди, человек!» На этом наше, по сути, так и не успевшее начать сообщение прекратилось. Стыда от отсутствия одежды, ну или дискомфорта по этому поводу, я не испытывал. Только вот стоять на холодном полу в такой же холодной камере, куда меня ненавязчиво запихнули, то еще удовольствие. Амулет, блокирующий использование магии, на меня вновь не надевали. Все то расстояние и время, что мы шли с подобием морского жителя, прошло абсолютно спокойно. Мы не встретили по пути абсолютно никого. Любой бы воспользовался ситуацией и попробовал сбежать. Только это было бы последнее, что он сделал в своей жизни. Мы сейчас находимся вместе с просто невероятно огромным количеством твайгеров. Это факт. Уверен, то, что мы не встретили их по пути, не просто так. Тиранис, несмотря на свой внешний вид, не выглядела глупой. Да и звание владыки явно подталкивает к таким же мыслям. Думаю, она занимает здесь не последние места. Значит, все это не более чем ловушка, ну или проверка моего поведения заодно. Но это были еще не все факторы. Несмотря на свой странный вид, осьминог не казался слабым на удивление. Хотя и сильным тоже. Да и даже если бы мне удалось его убить, обдурить всю охрану и сбежать, дальше что? Жить, вспоминая, как я спасал свою шкуру, забыв о подчиненных. И еще один немаловажный фактор. Я без понятия, где именно сейчас нахожусь. То, что это адский лес, сомнений не вызывало, только какая его часть. Не думаю, что мастера позволили бы у себя под боком находиться такому количеству монстров. Поэтому стоим и не отсвечиваем. Других вариантов выбора у меня сейчас все равно нет. Долго ждать не пришлось. От силы с десяток минут и мой недавний сопровождающий вернулся. Решетка еле слышно открылась, и на пол бросили одежду, оружие и даже броню. Ту самую, подаренную мне финисом. Да и оружие из разряда тех, что были в рюкзаках на всякий случай. Два обоюдоострых меча с выгравированными инициалами на рукоятке ЛД. Это уже подарок старика, всунувшего мне их перед самым отправлением. Конечно, мой стиль боя больше рассчитан на сражение голыми руками, но в некоторых случаях без оружия все же не обойтись, как бы я этого не хотел. Как раз сейчас именно такой случай. Хотя, боюсь, если против меня выставит того монстра, которого я видел тогда, меня ничего не спасет, по крайней мере на данный момент. Я еще слишком слаб. Уже через пару минут подготовки я был максимально укомплектован. Ощущения и чувства сразу стали другими. Больше не было ощущения беззащитности, все это время преследующее меня. Теперь в своих силах я был абсолютно уверен. Обратно мы шли таким же составом, к которому мы пришли. Все мысли о нападении на своего сопровождающего я гнал из головы. Рано. Сейчас мне нельзя совершать глупых и необдуманных поступков. Будем играть по тем правилам, которые нам сейчас навязывают. В моей голове это пока единственный способ остаться живым в такой ситуации. Когда мы вновь вступили на песок арены, до меня донесся довольно громкий разговор двух монстров, совершенно не стесняющихся моего близкого присутствия. «Вот же, а я-то думал, человек нападет на сопровождающего», с обидой в голосе произнес один. Второй же ответил с очевидной радостью в голосе. «Думал он, не думал. Гони мой выигрыш. Возможно, в следующий раз тебе больше повезет. Ха-ха-ха». Это было последнее, что мне удалось услышать. Все-таки мое предположение оказалось верным. Все произошедшее было не более чем ловушкой, которую мне удалось избежать. Теперь посмотрим, что же они приготовили дальше. «Знаешь, ты меня удивил», со своего места вновь поднялась Тиранис, внимательно изучая меня. «Сколько бы не встречала представителей вашего рода, все как один дорожат своей шкурой как только могут. У тебя была отличная возможность сбежать. Почему же ты ею не воспользовался?» «Сбежать?» «Думаю, вы хотели сказать, попасть в расставленную специально под меня ловушку?» Я ухмыльнулся, ведь на ее лице тоже появилось подобие улыбки после моих слов. «Да и что-то я сомневаюсь в том, что смог бы одолеть проводника». «А ты достаточно умен и проницателен человек». На несколько долгих секунд она замолчала, что-то прокручивая в своей голове. Наконец, придя к какому-то выводу, она продолжила. «Если сможешь сегодня выжить, то я заберу тебя уже нервы». Но владыка Тиранис подорвался со своего места мой старый знакомый оборотень. Правда, договорить то, что он собирался, ему не дали. Возле него появился тот самый осьминог, сопровождавший меня. Мгновение, и левая лапа Троркса упала на пол. Все произошло настолько быстро и стремительно, что я не смог разглядеть. Только вот то, что это сделал мой недавний сопровождающий, сомнений не было. Непроизвольно сглотнув, я потрогал шею. Реши я атаковать его в том проходе, с такой же скоростью, как рука оборотня, могла отлететь и моя голова. На удивление, оборотень не кричал от боли и не выказывал сильного недовольства, а только смотрел в пол. Повернувшись в сторону владыки, стало понятно почему. Она была в ярости. Все ее тело покрывало, темное покрывало, сотканное из энергии. Глаза светились ярким красным огнем. Магия. Вот теперь я осознал, в какой ситуации оказался и с кем мне лучше не шутить. Тем временем, ей удалось взять себя в руки и заговорить. «Сина, ты, видимо, забыл свое место, раз смеешь мне перечить». Аура, наконец, исчезла, как и горящие алым глаза. Теперь она вернулась в уже привычный вид. «На этот раз ты отделался лишь лапой. Помни, следующая твоя ошибка будет стоить тебе жизни». «Да, владыка Тиранис, спасибо за то, что оставили мне жизнь», не поднимая головы, произнес оборотень. «Насколько я знаю, у таких как он должна быть невероятная регенерация, если фильмы были хоть немного верны. Правда, сейчас, смотря на то, что происходит с его рукой, я сомневался, что даже будь она у него, это бы хоть как-то помогло». По месту отрыва постоянно пробегали темные искры, а иногда даже шел черный дым. Видимо, его природная регенерация вступила в процесс, но разозленная владыка была явно против этого. В конечном итоге обрубок покрыло темное покрывало, и спустя несколько секунд все процессы прекратились. Троркс, глянув на остаток лапы, недовольно поморщился. Правда, в то же мгновение вернул невозмутимое выражение на свою морду. «Видимо, теперь у него не будет возможности отрастить себе новую лапу. Карма – штука такая. Будет теперь знать, как меня в спину пинать. Хватит на сегодня задержек, выпускайте первого противника», спокойным голосом произнесла Тиранис. Видимо, произошедшее только что взбесило ее достаточно сильно, и, погрузившись в свои мысли, она утратила ко мне всякий интерес. Хотя не полностью, учитывая, что иногда все же бросала в мою сторону беглые взгляды. Стоило моему противнику показаться на другом конце арены, как владыка продолжила. «Начинайте!» Мой первый бой был против двухглавого волка с иссиня-черным цветом шерсти. Стоял он на четырех лапах и был лишь чуть больше своего земного аналога. Скорее всего, обладающих высоким интеллектом и при этом умеющих разговаривать монстров не так уж и много. Не удивлюсь, если многие из них сейчас находятся здесь, на трибунах этой арены. Мне же достался самый обычный Твайгер. Вот только про такой подвид мне слышать не доводилось, и я понятия не имел, на что он способен. Смотря друг на друга, мы медленно шли по кругу, внимательно следя за каждым движением своего оппонента. Волки-хищники по натуре и очень умные животные. Если этот хоть немного соответствует стандарту, то будет выжидать до последнего, тщательно подбирая момент для атаки. Мне бы, наоборот, хотелось покончить с ним как можно быстрее, чтобы оставить побольше сил на следующих противников. Магию использовать пока не хотелось, ведь таким образом мне не удастся узнать, чего я добился в физическом плане за последние несколько месяцев. Да и не выглядел оппонент как тот, на кого она потребуется. Только вот я ошибся. В тот момент, когда я уже планировал сблизиться, мой визави меня опередил и сам пошел в атаку, причем настолько быстро, что я еле успел уклониться. Принимая все его удары когтями и клыками на лезвие клинков, я укреплял свое тело магии. Каждое его попадание по оружию заставляло неметь руки, поэтому было бы глупо продолжать в таком же духе. Кого же ты поставила ко мне в противники, владыка? На мгновение наши с ней взгляды пересеклись, она улыбнулась и одними губами произнесла что-то вроде «тебе крышка» или «постарайся». Не умею читать по губам, поэтому могу только предполагать, но думаю, там явно непризнание в любви, в этом я уверен на все сто. «Наше сражение было на равных только первый отрезок поединка. Стоило мне укрепить себя магией по всем пунктам, как весы победы склонились в мою сторону. Одну ошибку, всего одну ошибку совершил мой противник, споткнулся при отступлении о небольшой камушек, что стоило ему жизни. Вмег ускорившись и оказавшись сбоку от него, два моих последовательных взмаха лишили врага необходимости двигать шеи. Трудно это сделать, если нет головы, в данном случае двух. Устало выдохнув, я посмотрел в сторону Тиранис. Она, не убирая ухмылки со своего лица, смотрела на Троркса, еле сдерживающего свой гнев. Он же, в свою очередь, переводил взгляд с побежденного мной противника на меня и обратно. Каждый раз, как его взгляд направлялся в мою сторону, его всего трясло. Не думаю, что от страха, скорее от ненависти и желания отомстить. Присмотревшись повнимательнее к лежащему на песке трупу, стало понятно. Самка. После меня осенила страшная догадка, которая, скорее всего, может оказаться правдой. Владыка Тиранис использует меня в своих интересах, направляя мне в противники неугодных ей монстров. Не удивлюсь, если погибшая самка имела отношение к Трорксу. Только какое пока не ясно. Выпускайте следующего, не убирая радостное выражение со своего лица, произнесла эта особа. То, что меня используют, очевидно. Только зачем все это? И что здесь вообще происходит? «Вся эта неопределенность просто выводит меня из себя, но приходится сдерживаться. Сколько бы я не вертел головой, своих спутниц заметить не удалось. Конечно, сильно и не надеялся, но все же. Должно же и мне хоть немного повезти». Правда, все эти мысли пришлось отбросить. Вторым противником оказался тот самый оборотень, напарник Троркса, использующий ядовитое оружие. «Со мной его трюки не пройдут благодаря магии, только это не значит, что можно ослаблять бдительность». «Начинайте немедленно», хладнокровно произнесла владыка. Только вот голос совсем не совпадал с выражением на ее лице. Она просто светилась от счастья, бросая взгляд на однорукого оборотня. И этому была причина. Он был охвачен яростью, хоть и старался это скрыть. Если бы не залитые кровью глаза, в которых читалось только одно желание – убивать, наверняка направленное в адрес Тиранис. Да уж, эта барышня явно использует меня в своих интересах. Впрочем, понял я это давно. Толку, правда, от этих знаний в моей ситуации. Оппонент не стал водить со мной хороводы, как предыдущий противник. Издав боевой клич, он ринулся в атаку. Стоит заметить взвешенную и довольно стремительную. По сравнению с прошлым его поведением, сейчас оно отличалось кардинально. Спокойные, вдумчивые удары при минимуме ненужных движений. Все мое тело покрывало магическая защита, активированная ранее. Мне приходилось постоянно на ней зацикливаться, чтобы максимально минимизировать визуальный эффект магии. Из-за этого сражался я примерно на треть слабее от своей лучшей формы. Правда, этого было вполне достаточно. Противник оказался примерно на третьем ранге, и по физическим параметрам мы были примерно на одном уровне. Если бы это были все мои козыри, то неизвестно, чем могло закончиться наше сражение. Скорее всего, я бы проиграл, ведь у оппонента нечеловеческая выносливость, и в один прекрасный момент это бы сыграло против меня. В таких битвах минимальная ошибка может стать фатальной, что я сейчас и продемонстрирую. Не зря же я обладаю магией. В очередной раз, сблизившись, мы скрестили оружие. Как только мне удалось отвести его меч в сторону, я направил руку в направлении его колена. Простым ударом я бы не достал, но вылетевший небольшой луч магии добился необходимого эффекта. Враг от неожиданности упал на одно колено, и наши взгляды встретились на одном уровне. В его глазах кипел страх, ненависть и осознание близкой смерти. Так и случилось. Тянуть с ним смысла не было. Точный выпад, адресованный прямиком в глазницу, с последующим выходом острия меча из затылка, поставил точку в нашем сражении. Компаньон Троркса мертв, а я удачно завершил свой второй бой. «Нет!» закричал со своего зрительского места ненавистный оборотень. Его глаза постоянно прыгали с моей персоны на Тиранис, выражая сплошную ненависть. «Брат!» Тем не менее, он оставался на месте и совсем не спешил делать опрометчивых поступков. Особенно после потери одной лапы и предупреждения. «Владыка, зачем вы это делаете? Я же полностью признал свою ошибку, после чего понес заслуженное наказание. Зачем?» Несколько секунд тишина. Все монстры как один застыли, боясь даже вздохнуть. Все это время я смотрел на яростного оборотня и только сейчас почувствовал, как накаляется обстановка позади меня. Медленно, стараясь не делать никаких резких движений, я повернулся в ту сторону. Не зря мне показалось, что сзади назревают неприятности. Так и вышло. Тиранис вообще не было видно, только два ярких красных уголька там, где по идее должны быть ее глаза. Меня пробрало не на шутку. Такой разрушительной мощи я не ощущал ни от кого, даже от старика. Хотя из его же слов мастера могут скрывать свою силу и внешне ничем не отличаться от обычных людей. Только в их случае они пользуются аурой, а здесь самая настоящая магия. Ты был в прошлый раз предупрежден, и я даже оставила тебя в живых. «Только учиться на ошибках ты, судя по всему, не собираешься, а значит, ты опасен конкретно мне». В этот момент показалось ее лицо перекошенное от гнева. «Вы же знаете, я правая рука же нервы. Ваши поступки могут быть расценены как объявления войны. Вы точно уверены в том, что хотите этого?» Чуть ли не кричал Троркс. Страха в его глазах не было, только лютая, неприкрытая ненависть. На мгновение Тиранис засомневалась, но идти на попятную ей уже просто нельзя по статусу. В таких случаях наработанный авторитет может в мгновение ока пропасть, а после неизвестно, получится ли его вернуть обратно. Она не была бы владыкой, если бы действовала только на эмоциях. Ей хватило несколько секунд, чтобы повернуть всю ситуацию в свою сторону. «Да, не в наших интересах сейчас начинать войну между владыками», спокойным голосом произнесла она, хотя скрывающий ее покров никуда не делся. «Интересно, сколько всего их?» «Минимум две, но мне кажется, их явно больше». Оборотень не скрывал победной ухмылки со своей морды после ее слов, ровно до того момента, как она продолжила. «Поэтому ты можешь выплеснуть свой гнев на того, кто убил твою младшую сестру и брата самостоятельно. Это полностью исчерпает наши разногласия. Согласен?» «Но у меня же...» ткнул он целой лапой в обрубок, но Тиранис не дала договорить. «Правая рука владыки отказывается от сражения с человеком из-за небольшой травмы? Женерва совсем не умеет подбирать кадры?» И хидно сказала она, не скрывая своего торжества в голосе. «Еще бы! Каким бы ни был его ответ и исход поединка в дальнейшем, если он состоится, она все равно окажется в плюсе. Циничная и очень хитрая барышня». «Да еще и когда есть возможность отомстить убийце своих родных». Она умеет играть на эмоциях. По всей арене пошел гул от вдохновленных ее словами зрителей. Все напрочь забыли о совсем недавней вспышке ярости и ждали ответа от Троркса. Ему ничего не оставалось, как без лишних слов спрыгнуть на песок, что заставило бушевать всех монстров. «Начинайте», без лишних эмоций произнесла Тиранис с улыбкой, смотря на арену. «Сегодня ты умрешь, человек. Зря я оставил тебя тогда в живых», яростно прохлепел он, ринувшись в атаку. Ответить я все равно не успел, старательно уворачиваясь от ударов обезумевшего от ярости оборотня.